Слава нашему Господу! Я как-то хотел говорить много о времени. Думаю, в последнее время там много проповедей есть. Много Библия говорит о всяких разных временах, о годах. Ну, вы знаете, я так взял, Библию посмотрел и нашел, что больше Библия говорит о других вещах. Время это очень важно, но я так как-то счастливый человек, не наблюдаю время, извиняюсь, конечно. И Библия говорит, забывая заднее, простираться вперед нужно. И я так рассуждал, вы знаете, вот так вспоминать старое, это не советую никому, оно там плакать захочется, что-то не так было. Я так смотрю, такой совет мудрый человек сказал, говорит, нам надо расти. А рост это когда человек меняется. И если мы будем, ну, свое старое, как бы в новое, ну, в будущее, то не получится. Нужно людям меняться. Цветки, когда растут, они меняются. Приходит время, они начинают благоухать, приносят лады. Вы знаете, потом приходит старость, видание. Примерно так и человеку. Человеку надо расти. И я хотел бы сегодня как бы говорить о будущем, а не прошедшем. Что нас ждет впереди и что мы должны делать впереди. Мне как-то, вы знаете, вот Новый год наступает, мне всегда какая-то радость. Я всегда ожидаю что-то очень такого, очень excitement. Меня как-то переполняет радостью, ожидая, что Бог что-то будет делать. И я сегодня хочу говорить, тему такую избрал, об этом я нашел больше 400 мест в Библии. Около 400 раз говорится о том, что Бог говорит голосом. Я сегодня хочу говорить именно о слышании голоса Божьего. Не просто о написанном словописании, а именно о слышании голоса Божьего. И это очень важно. И для нас это, я бы сказал, самое важное. И мне как-то хочется как бы начать такую тему, и чтобы весь Новый год мы ожидали слышать голос Божий. И не только слышать, но и исполнить, что Он нам скажет. В моей жизни очень много раз я слышал голос Божий, так как я говорю с вами, я слышал голос Божий. И даже вот живя в Шеретоне, было время, я искал, где мне жить. Я жил в Вашингтоне, помню. И я спросил Господа, где мне жить. Мне очень было это важно. И вы знаете, мне Бог сказал голосом, что приготовил тебе тихое малое место, и вскоре укажу его. И я живя сейчас в Шеретоне, мне уже не волнуют больше какие-то переезды. Я больше не ищу куда-то ехать, потому что я знаю, что я это слово получил от Господа. Кто такого слова не получал, тот свободен, ехать куда хочет может, жить где хочет. Как хочет, ему может быть интересней. Но мне уже я как бы приехал, пока Бог не сказал дальше, куда ехать, я пока буду тут. И я благодарен Богу, что мне не надо больше никуда думать ни о чем. Просто жить спокойно, пока Бог не скажет. Конечно, знаете, когда слово человек получает от Бога, враг, он тут как тут. Нашлось много друзей, знакомых, которые начали предлагать другие места. Но я уже как-то был твердый, я знаю, что нужно голос Божий, когда слышишь, его нужно исполнить. И я уже знал Библию, когда люди не исполняли голос Божий, это очень-очень-очень плохая вещь. В первом месте, где Бог как бы пишет, что Он говорит голосом, ну, это как бы к Моисею. Моисей был человек, который слышал очень много раз голос Божий. И в книге Моисея, когда мы читаем, во всех написано, и начал Бог говорить Моисею, говоря. Я очень много мест нашел, так прям, книга Исход, Левит, много книг, там написано очень часто, что Бог говорил Моисею, и как он говорил. И очень много говорил, именно голосом. И Моисей слышал голос Божий. И так и написано, вот в 19 стишке Исход, 19 глава написано, и звук трудный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Видите, Бог отвечал ему голосом. Знаете, когда происходило это, особенно первые разы, когда Бог говорил, и народ слышал, когда голос Божий обращался, звучали трубы громкие, там на горе было очень громко, и народ стал бояться. Простые люди, мы простые люди тоже, мы знаете, такая реакция в основном у людей, они не хотят слышать голос Божий. Им становится страшно, им становится не по себе. И они упросили Моисея, говоря, давай Бог будет говорить тебе, а ты нам передавай, потому что нам страшно. И знаете, я вот даже среди христиан очень долго уже время нахожусь, иногда расспрашиваю у них, что Бог сказал голосом. И многие, и меня иногда удивляет, многие христиане говорят, а зачем нам слышать голос Божий? Они даже не знают, что это очень важно. Ну, Библия говорит нам, в Новом Завете, допустим, говорится, что когда дети рождаются свыше, когда Бог дает Духа Святого, то будем слышать голос, мы будем не знать, откуда он приходит и куда уходит, но так случается с каждым, кто рожден свыше. То есть будет человек слышать голос Божий. И, допустим, хорошее очень место я хочу прочитать, это Матфея, давайте, Иоанна, 10 глава, прям с первого стишка. Очень-очень важное место, где сам Иисус Христос говорит о слышании голоса Божьего. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит вне тот вор и разбойник. Входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отверяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, и овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Христос такими словами сказал такую притчу, написано, они не поняли ее, там дальше написано, что они не поняли. Но нам сегодня, я думаю, понятно, тут важно очень моменты некоторые увидеть. Во-первых, что пастырь, он идет впереди. Мне посчастливилось быть пастырем, и когда овцы знают тебя, знают твой голос, не надо идти сзади, не надо их палкой бить, не надо их направлять. Нужно просто идти впереди, они идут за тобой. И сегодня многие люди считают Бога, он такой палкой будет бить, наказывать там. Я вижу его другим. Я вижу, что Бог много нас любит, много прощает. И когда знаешь голос Божий, то тебе не надо палка, не надо наказания. Ты просто слышишь голос Божий, и ты идешь за ним, как тут написано, что овцы идут за пастырем. И написано, что они знают его голос. И написано, что они за чужим не идут, потому что они точно знают голос Божий. В наше время, знаете, это очень важно. Потому что Библия говорит, когда голос Божий говорит, когда человек слышит голос Божий, и тут же приходит Сатана, Сатана приходит, чтобы украсть. Когда голос Божий звучит человеку, Сатана тут же начинает переживать. Почему? Потому что у человека появляется вера, и он будет что-то делать. Потому что когда голос Божий говорит человеку, значит Бог хочет, чтобы этот человек что-то сделал для Бога. Сатане это не надо, он этого сильно переживает, и он будет посылать другие голоса, он будет призывать таких, знаете, даже хорошие голоса. Вы помните, когда Иисус Христос был в искушении, Сатана ему говорил Библией, он говорил написано, но Христос, зная Писание и разумея Писание, отвечал написано так же. Сегодня у нас так же самое, когда голос Божий звучит, может он сегодня звучит через меня, может он звучит как-то по-другому, через Слово Божие, может вы как-то его слышите, обязательно придет Сатана, если вы услышите голос Божий, Сатана обязательно придет, и он скажет, так же написано, он обязательно будет какое-то лжеучение предлагать, Он будет, как-то написано, принимает вид Ангела Света, он сегодня будет стараться втянуть в нас какое-то неправильное понимание Бога. И знаете, очень многие люди все время думают, что они слышат Бога, думают, что они слышат истинный голос, и они очень сильно ошибаются, так как они в свое время не слушали голоса Божия, или не послушались, что им Бог говорил, и тогда написано, Бог их предал заблуждению. Да не будет это с нами, дорогие друзья, я желаю, чтобы мы все всегда слышали голос Божий, и он сегодня звучит, он не будет молчать, Бог, он неоднократно всегда говорил людям, и он очень хочет с нами разговаривать, и это не секрет. Это как раз мы на этой земле, чтобы исполнить его волю, он избрал нас, написано, мы свет миру, мы соль земли, и Бог хочет говорить через нас, людям. Я помню, знаете, я не хочу про себя говорить, но я помню, один раз у меня было такое, мы с женой попали к одним евреям, там были как бы похороны, и эти евреи там много нам начали вопросы задавать по Библии, и я переживал особенно за мою жену, думаю, что она будет говорить, но вы знаете, Дух Святой наполнил нас, и мы говорили Слово Божие. Я особенно, я увидел одного еврея, он сильно испугался, и он начал говорить, говорит, это не они нам говорят, это через них нам говорит. Библия говорит такое место, что когда вы идете на суд, не думайте, о чем вам говорить. Дух будет говорить, Дух Отца Моего будет говорить в вас. Я лично пережил такие моменты, когда Дух Отца Моего говорил во мне. Это очень интересно. Мы помним, Савл был такой, не Савл, помните, кого первого избили, которого первого побили камнями в Деяниях Апостолов? Стефан. Он так говорил мудро, 9, 6 глава, 10 стих, Деяния, сейчас я прочитаю, как Бог говорил через него. Там было очень много мудрых людей, которые пытались с ним состязаться. По-моему, 6 разных на то время синагог пытались с ним спорить, но написано, никто не мог с ним. Сейчас я найду это Деяние, 6 глава. Очень важный момент, как Бог говорил через него. Это все в Новом Завете. Вот написано, 6 глава, 10 стих. «Но не могли противостоять мудрости и Духу, которым говорил Он». Тут слово «которым» написано с большой буквы. «И Духу». Это Дух Святой, говорил Стефани. У него такая была мудрость. Написано, смотрите, сколько синагог. Некоторые из так называемых синагоги, либертийцев и киренийцев, александрийцев и некоторые из Килики и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и Духу, который он говорил. Представьте, на то время вот эти были синагоги, были целые учения. Были такие они умные в своих глазах. Они так много понимали Слово Божие. Но когда говорил Степан, они не могли противостоять мудрости, которые говорил Бог через него. Сегодня Бог также хочет использовать наши уста. Он говорит, ты будешь как мои уста. Сегодня Бог хочет говорить через нас. Но мы должны быть готовы принимать Слово Божие. Вы знаете, если мы где-то невнимательны, то есть я верю, вот я когда покаялся, мне Бог очень часто говорил. И я видел, как дьявол, он сильно меня атаковал. Поэтому я вот то, что говорю, я это знаю. Когда человек слышит голос Божий, пытается исполнить то, что Бог ему говорит, дьяволу это сильно будет не нравиться. Я помню, я ходил, я где-то полтора года жил там у друзей и не работал. Я так полюбил Слово Божие, что я прочитал его несколько раз за эти полтора года. Я когда и шел домой, я помню, меня так радовало. Я теперь пойду домой. У меня не было семьи, не было детей, жены не было. И я так был рад побыть с Богом наедине. Я искал как-то уединение. Мне очень нравилось Слово Божие. Я читал его. Я просто наполнялся им. Вы знаете, меня сильно радовало присутствие Божие. Я слышал голос Божий. Но дьяволу это сильно не нравилось. Я ходил в разные церкви. Я помню, я свидетельствовал, что со мной Бог сделал. И меня удивляло, что ко мне много людей подходило и говорили, вот мы сегодня тебя видели в видении. И Бог сказал нам молиться за тебя. И я был удивлен. Люди меня не знают. Люди меня в первый раз видят. И они подходили ко мне. Много людей говорят нам, Бог сказал молиться за тебя. Я теперь понимаю, почему Бог говорил им молиться за меня. Потому что там дьявол, он сильно хотел меня вести всякие заблуждения. Знаете, там было очень много разных церквей. Очень много разных учителей. Я помню, мне некоторые учителя предлагали, говорят, давай ты будешь у нас там проповедником. Будешь ездить по всему миру. И мы тебе будем платить деньги. Я был молодой, неопытный. Я не знал, как ответить. Но Дух Святой мне сказал, не спеши. Я пришел и ответил этому пастору. Говорю, мне Бог сказал, не спеши. Это сильно огорчило его. Потом со временем я понял, что я правильно ответил. И что Бог мне помог. И вы знаете, когда человек, вводимый Духом Святым, будет неудивительно, что на него будут гонения всякие, разговоры. Будет много людей не понимать его. Но это все нормально. Я как бы это прошел. Сегодня сейчас такая спокойная жизнь. Бог уже редко говорит. Уже как бы можно спокойнее жить. Но я все-таки желаю, чтобы Бог говорил больше. Я желаю, чтобы Он еще больше голосом говорил. Потому что это очень и очень важно. Вот, допустим, Матфея 10 глава, 19 стишок. Я хотел бы прочитать. А, это я уже говорил. Я говорил, что когда будет нас предавать, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Я хотел бы также напомнить, как важно, мы уже знаем, что это важно, когда Бог нам говорит. Когда Бог говорит тебе или мне именно что-то делать. Очень важно исполнить все точно. Мы помним совусть им Саула, когда Бог его отверг. За что Бог отверг Саула? Давайте прочитаем. 1 Царств, 15 глава. Я хотел бы просто напомнить. Саул был избранный Богом, царь. Но Бог его избрал для того, чтобы он, услышав голос Божий, исполнил то, что Бог ему сказал. Но он не исполнил. Вот смотрите. Я не буду в начале читать. Ну, допустим, в этой 15 главе, в 18 стишке написаны такие слова. И это Самуил говорит ему. Самуил говорил. «Послал тебя Господь, путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал голоса Божьего?» Голоса Божьего не послушал. «И бросился на добычу, и сделал зло перед очами Господа. И сказал Саул Самуилу, «Я послушал глаза Господа, и пошел в путь, когда послал меня Господь, и привел Агага царя Амаликийского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Голгале». Смотрите, он оправдывается. Говорит, я вроде все сделал. Ну, народ, народ еще как бы сказал и что-то сделал. И взяли из заклятого. Получается, знаете, когда Бог нам говорит, что-то делает, то вокруг народ, он может не понимать, что мы должны это исполнить. Допустим, здесь вот было как раз Саул должен был точно все исполнить, но, наверное, народ не совсем понял, зачем хорошие вещи уничтожать, когда можно принести Богу. Но, знаете, когда Бог говорит тебе или мне, мы не должны уже рассматривать, что о нас люди думают, какого мнения там о нас, что они думают. Мы должны делать так, как говорит Господь. Иначе будет так, как Саулом. И Бог отверг его. Написано, и отвечал Самуил, «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа, послушание лучше жертвы и повиновение лучше овнам? Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление, то же, что и долопоклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Смотрите, какая страшная кара. Он не послушался голоса Божьего. Да не будет мне это никогда с нами, дорогие друзья. Когда нам Бог говорит, мы должны обязательно, обязательно исполнять то, что Он нам говорит. Но, вы знаете, я много христиан встречаю, которые не слышат голоса Божьего. Вот в притчах, все-таки Христос говорил притчами, написано, что мы должны знать Его голос. Мы должны слышать Его голос. И я знаю, что бывают причины, почему мы не слышим голос. В основном, это какой-то грех. В основном, это какая-то мелочь, которую мы, может быть, не обращаем внимания. Вот проходит Новый год. Я так, знаете, написано, прежде чем ты идешь, когда ты идешь в собрание, написано, в Дом Божий, приготовься к слушанию, слушанию Слова Божьего, не к жертвоприношению. И часто вот люди больше концентрируются на жертвоприношении. Мы больше можем думать, о, как мы споем эту песню. Или как мы скажем это Слово Божье. Или я вот могу переживать, как я все-таки расскажу вам это то, что мне Бог положил. Но не это важно. Более важнее, если вдруг я кого обидел из вас, знаете, какой-то грех. Или я кому-то что-то должен. Или я что-то обещал, не исполнил. Написано в Библии, если ты несешь жертву, сначала вспомни, вспомни, может кто-то на тебя имеет какую-то обиду, твой брат. Пойди примирись с братом, и тогда иди предавай жертву. Иногда, знаете, когда люди служат Богу, написано, что мы служители Нового Завета. Я надеюсь, я обращаюсь с людям, которые хотят служить Богу, которые служители Нового Завета. И будучи служителями Нового Завета, мы должны очень быть внимательными. внимательными к отношению друг к другу, внимательными, как Бог, если нам Бог говорит какой-то грех, какое-то препятствие, мы должны очень быть внимательны. И вы знаете, я еще заметил, чтобы слышать голос Божий, нужно обязательно такая интересная вещь, как, может, я как бы пример такой скажу, как ветер. Ветер это как бы проблемы в жизни, может, какие-то несурядицы. Я вот читаю про героев, которые там, Давид, сколько у него было проблем, там, Иосиф, и как они слышали голос Божий, и сколько у них было всяких неприятностей в жизни. Они попадали в разные, как бы сказать, ситуации трудные, но они выходили победителями. И в Библии написано, что нас сравнивает Слово Божие, в Старом Завете написано, что мы, как орлы, расправим крылья и взлетим. И я так иногда сравниваю в себя, думаю, вот в чем разница воробья и орел. Воробей тоже летает, но он летает очень, так знаете, много-много энергии тратит. Он очень сильно там крылышки своими машет. Если какой-то ветер подует, этого воробья сразу сносит куда-то. Он применяет всю свою силу, чтобы лететь. Не так орел. Орел, он ждет, ждет ветра. И он расправляет свои крылья, и он парит. Он парит высоко. И Библия нас сравнивает с орлами, не с воробьями. И вы знаете, это вот ветер, это как раз какие-то проблемы, какая-то нужда. И Бог хочет нас говорить, когда мы в нужде, когда мы в проблеме. Вы знаете, вот я был в нуждах, в проблемах, я нуждался в голосе Божьем. Я нуждался, чтобы Слово Божие, оно работало в моей жизни. И мы, почему мы иногда не слышим голоса Божия, потому что мы как воробьи, мы летаем сами. Мы сами своими силами пытаемся добиться чего-то, пытаемся добиться там хорошей работы, себе все приобрести, что надо. Но со стороны мы смотримся как воробей, сильно много энергии тратит, летит куда-то, какая-то буря приходит и его сразу сносит. Да не будет так с нами, дорогие друзья. Праведник, он смел, как лев. Если пришла какая-то буря, мы обязательно должны расправлять свои крылья и парить над этой вот проблемой. Проблема не должна нас убивать, она не должна нас как бы сбивать с пути. Мы должны быть в высшей проблеме. И Бог будет нам говорить. У меня много было в жизни трудностей, особенно раньше. И Бог мне говорил. И я знаю, что мы все избраны Богом, сосуды, чтобы для того, что Бог нам говорил, я именно говорю про голос. Слово Божие – это хорошо. Хорошо знать Слово Божие, хорошо понимать Слово Божие, но очень важно слышать голос нашего пастыря. Очень важно отличать голос Божий от других голосов. Сегодня очень много, знаете, в моей жизни было миллионы пророчеств. Миллионы людей говорили, что они пророки. Миллионы людей ко мне подходили и говорили, так говорит Господь. Я их слушал, знаете, и сравнивал то, что Бог говорил во мне. И большая разница, что говорил через них Господь, и что говорил мне лично. Бог показывал мне, сколько сегодня людей берут такое дерзновение на себя, они смотрят на человека, они пытаются понять человека и пытаются ему сказать, что вот такой, 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 догадаться, кто этот человек, что он думает, в каком он состоянии, и используют имя Бога. Мне таких людей очень жалко. Я их вообще не боюсь, этих людей, вы знаете, но мне жалко, потому что их ни на слова не исполняются. И это называется лже-пророчество, лже-учение. Они говорят, что это голос Божий. Но если голос Божий, то должен исполняться, то должна быть какая-то сила, должно какое-то, знаете, свидетельство, что это было Божий голос. И я не хвалюсь, но вы знаете, сколько этих пророчеств было. Самое верное пророчество, когда Бог говорит лично тебе, лично открыто тебе голосом своим. И ты знаешь его голос, и ты не идешь за другим голосом. Потому что я сто процентов уверен, если голос Божий звучит, написано «Дьявол» сразу приходит к тому человеку, кто получает Божие откровения, кому голос Божий обращается, сразу дьявол приходит в движение, чтобы забрать, чтобы обмануть человека. Помните один пример, я как бы вам еще один пример скажу, как иногда люди, получая голос Божий, не исполняют его. Это, по-моему, Третье Царство, это последнее, потому что время все-таки летит, все-таки надо вспоминать о времени. Давайте Третье Царство, 13 глава, это последнее, что я хочу прочитать. Очень важно, опять о голосе Божьем. Очень интересная история, лично для меня, это очень интересно. Третье Царство, Третье Царство, 13 глава. Там есть очень интересная история. Тут, конечно, хотелось бы прочитать всю главу, но время летит, но у нас еще его много. Потерпите меня, братья и сестры, я вас редко что прошу, но вот сейчас потерпите. Я хочу прочитать, это очень интересная история. Вот такая история была. Вы ее знаете, просто напомним. И вот человек Божий пришел из Иудеи по Слову Господню, в Вифиль. Он получил Слово Господня, Пророк, пришел в Вифиль. Смотрите, какая интересная история. В то время, как Яроваам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. Яроваам, это царь, и он хотел идолопоклонство, жертву сделать. И смотрите, что говорит Пророк Божий. Произнес к жертвеннику Слово Господне, сказал жертвенник, жертвенник. Так говорит Господь. Вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение. И человеческие кости сожжет на тебе, и дал в тот день знамение, сказав, вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Эфиле, то простер Яровам руку свою от жертвенника, говоря, возьмите его. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, который дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию, умилостивший лице Господа Бога твоего, помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лице Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию, зайди со мной в дом, покрепи себя пищей, и я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю, хотя бы ты дал мне пол дома твоего, я не пойду с тобою, я не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господним. Не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты пошел, и пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которой пришел в эфир. Я просто хочу как бы напомнить своими словами, смотрите, что происходит, великий пророк, великий пророк пришел силой Божией, рассказал жертвеннику, и жертвенник распался, это было очень большое чудо, и пепел осыпался, это все, жертвенник был сделан из железа, это было серьезное такое строение, это было мощное, там приносили жертву, там горел огонь, и тут вдруг не каким-то неестественным чудом все распалось, рассыпалось в пепел и в прах и разлетелось, и царь, у него рука деревенела, и он упросил пророка, говорит, помолись Богу обо мне, и пророк помолился, и рука вернулась, великие знамения, смотрите, Бог употребил этого пророка, но дальше слышим, что пророку Бог голосом говорил, не возвращайся той дорогой, к которой ты пришел, не ешь ни с кем, исполни это, и он царю так и ответил, и пошел пророк, и вот смотрите, что дальше с пророком этим было, в Вифиле жил один пророк старец, сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле, и слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему, и спросил их отец, какой дорогой он пошел, и показали сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи, и сказал он сыновьям своим, оседлайте мне осла, и оседлали ему осла, и он сел на него, и поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящим над под дубом, сказал ему, ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи, сказал тот я, и сказал ему, зайди ко мне в дом, и поешь хлеба. Смотрите, что он ему предлагает. И тот сказал, я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в всем месте. Ибо Словом Господнем сказано мне, не ешь хлеба и не пей там воды, не возвращайся той дорогой, которую ты пошел. И сказал он ему, я пророк, такой же, как ты. И ангел говорил мне Словом Господнем. Представляете, ангел. Он говорит ему такие слова. И сказал, повороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды. Он солгал ему. Представьте, пророк Господний солгал ему. Я хотел бы сказать, что, к сожалению, нам тоже очень часто лгут. Но это другая тема. И вот тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Поверил ему? Поверил, что там ангел ему говорил. Хотя имел Слово от Господа. Поверил. Когда они еще сидели за столом, Слово Господне было к пророку, протившему ему, повратившему ему, то есть тому, который его обманул. И произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал, так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа, устам Господа не повиновался, не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, которому он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды. Тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как он пошел, хлеба напился, оседлал осла для пророка, который он воротил. Ну, дальше своими словами. Дальше он пошел, тот пророк, его лев разодрал, и тот пророк узнал, другой, что это он, он пошел, похоронил, плакал о нем. Просто представьте, какая картина. Человек Божий. Бог использует его очень сильно. Но он делает такую ошибку после всех таких чудес, после того, как он имел разговор с самим Богом и упросил самого Бога о руке этого царя, и Бог послушался его, после этого он не послушался Бога. Он поверил какому-то пророку, какому-то ангелу. Что с ним стало? Он умер. Дорогие друзья, у нас в Библии очень много таких интересных примеров, которые в Библии нас предупреждают, что не послушаться Слово Божие очень-очень плохо. Я как-то, знаете, в этом Новом году желаю каждому из нас слышать голос Божий и исполнять то, что Он нам говорит. Для этого мы здесь, для этого мы родились, для этого нас Бог призвал, чтобы мы, слыша голос Божий, делали то, что Он нам говорит. Давайте помолимся и прославим нашего Бога. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,